Спаситель! Халлилуйя! Ты спасен по благодати Божией. Этот мужчина имел проблему с шеей около пяти лет. Он не мог двигать свои шеи. Халлилуйя! И сегодня Иисус исцелил его. Халлилуйя! Халлилуйя! Он не мог двигать шеи около пяти лет, но сегодня сила Бога коснулась его тела. И исцелила его. Халлилуйя! Эта женщина не могла слышать правым ухом. Она разговаривает на языке аборигенов. Поэтому мы используем третьего переводчика. Халлилуйя! Воздайте славу Богу! Воздайте славу Богу! Он чудесный Бог! Халлилуйя! Давайте прославим Его! Давайте прославим Его! Халлилуйя! Халлилуйя! О, как прекрасен Господь! Эта молодая женщина страдала эпилепсией. Много лет страдала эпилепсией. Она сказала, что я чувствовала, как будто тиски сжимали мой разум. Я чувствовала, что кто-то сдавливает мою голову. Но этой ночью я была исцелена. О, халлилуйя! Иисус, чудесный Господь! Много лет этот мужчина не мог сгибаться. Тридцать пять лет он не мог сгибать спину. Тридцать пять лет он не мог сгибать спину. И много лет он ходил, не сгибаясь. Но сегодня Бог исцелил меня, сказал Он. Халлилуйя! Халлилуйя! Иисус Спаситель! Иисус Спаситель! Халлилуйя! Халлилуйя! Воздайте славу Богу! Воздайте славу Богу! Он чудесный Господь! Халлилуйя! И вся слава принадлежит Иисусу! Что произошло с этой женщиной? Эта женщина не слышала правым ухом. Но сегодня Бог прикоснулся ее правого уха, и она полностью исцелена. Бог — удивительный Бог. Бог — удивительный Бог. Слышит ли она сейчас? Халлилуйя! Прославьте Иисуса! Бог коснулся правого уха этой женщины, и она полностью исцелена с силой Божьей! Халлилуйя! Халлилуйя! Рады ли вы за нее? Воздайте славу Богу! Халлилуйя! Халлилуйя! Ты счастлива? Ты счастлива? Этой замечательной маленькой девочке только 13 лет, но с самого рождения она не могла слышать. Но сегодня Бог полностью исцелил. Она не могла слышать, но силой Божьей она была исцелена. Халлилуйя! Халлилуйя! Вы действительно хотите быть успешными служителями? Каждое утро мы проводили семинары для лидеров поместных церквей и тех, кто хотел стать служителем. Мы учили о том, как быть успешным, твердым, духовно чувствительным к руководству от Духа Святого и о том, как быть успешным в служении Богу. Люди очень голодны по Слову Божьему. Некоторые вначале бегут быстро. Если вы не закончили что-то в своей жизни, но вы знаете в своем сердце, что вы призваны Иисусом Христом, пожалуйста, продолжайте служить. И никогда не сдавайтесь. Никогда не сдавайтесь. Мы должны иметь сильный характер. Живите в ведении. Говорите о ведении. Работайте для того, чтобы осуществить ведение. Сформируйте себя, чтобы построить ведение. Верите ли вы в это? Верите ли вы в это? Халлелуя. Одним утром одна из местных лютеранских церквей организовала специальное служение по случаю приезда международных проповедников. Пастор Василий Тищенко проповедовал Слово Божье для людей, которые пришли со всего города. Это для меня привилегия. Я очень тронут. Также господин Ото со своей семьей присутствовал на этом специальном служении. вы мои братья и сёстры. Очень радостно знать, что мы — дети одного Бога. нас много, но мы одна, большая семья. Мы одна, большая семья. Иногда мы ищем чего-то лучшее. Но лучшее, что я мог найти за свою жизнь, это когда Бог живёт в моём сердце. Счастлив ли ты сегодня? Счастлив ли ты сегодня? После того, как закончились евангелизационные служения, губернатор региона пригласил нас совершить молитву за всю администрацию. Мы благословили их, призвав присутствие Божие на их жизни. И также мудрость, чтобы они стали сильными и способными. Многие люди строят свои дома на лодках и живут, плавая по реке, от деревни к деревне. Сейчас вы видите центр деревни, в которой мы приехали, расположенный недалеко от города. Мы приехали посетить водопад, вокруг которого расположена деревня. Очень красивое место. Конечно же, люди очень бедные, но они счастливы и наслаждаются жизнью. Очень открытые люди. Мы чувствовали себя, как дома, общаясь с этими людьми. Дети прыгают в воду с водопада и купаются в реке. Они очень хорошо плавают. Роман Черниченко приветствует вас, а также в лодке с ним сидит пастор Хендрик, который является пастором более сотни церквей в Индонезии. Евангелист Майкл Алфин также был с нами. Мы как одна команда служили на... После того, как служения закончились, мы провели более пяти дней за городом Тамина-Буан в ближайших деревнях и поселках. Губернатор господин Отто дал нам скоростной катер. Полиция везде охраняла нас. Привет из Индонезии. Вау, из Чунгы. Летающий брын не видели никогда, а вы видели, как рыбы лтают. Сейчас мы застряли на миле посередине залива. Плыли из джунглей в населенный пункт. Должны жить люди. А пока мы на лодке застряли. Мы плыли несколько часов по реке, которую окружали джунгли, несколько часов по океану, и потом снова по реке. Общая продолжительность у дороги заняла где-то 7 часов. И все, что мы видели на берегах рек, это джунгли. Эта река полна крокодилов. К сожалению, мы не смогли их заснять на видеокамеру, но мы видели их очень много. Вода в реке очень мутная. Вы можете видеть, люди живут вдоль берегов этой реки в маленьких домах и хижинах. Поразительно, как люди живут в наше время. Они охотятся и рыбачат, и это же употребляют в пищу. Мы также посетили одну из церквей, которая является частью сети церквей под руководством пастора Хендрика. Удивительное здание у этой церкви. Оно полностью сделано из тростника. Люди, как вы видите, каялись, получали освобождение, обновление, исцелялись от духовных и физических болезней. Они очень открыты для Бога. Пожалуйста,, sl usability of me. С sitcom 示шим от наше время askно, с Сегодня мы в деревне, которая расположена на острове Папуа. Маленькая деревня, в которой живут папуасы. Вот так они живут. Вот такая у них жизнь. Вот так они кушают и восполняют нужды своей семьи. Они очень хорошие и открытые люди. У них трудная жизнь или нет? С одной стороны, да. С другой стороны, они немного ленивые. Беззаботная жизнь. Беззаботная жизнь. Как на Гавайях, да. А скажите, что они употребляют в пищу? Основа питания, сладкая картошка, ничто другое. Они выращивают сладкую картошку здесь. Да, выращивают. Вы можете видеть большую часть того, что вы видите, это грядки, где выращивают сладкую картошку. Сладкая картошка. Хорошее предложение для вас. Пожалуйста, переезжайте сюда, на Папуа остров, и живите здесь. У вас будет прекрасная жизнь. По крайней мере, если вы хотите приключений, приезжайте сюда, и вы увидите много нового, абсолютно другой вид жизни. Что вы изучаете сегодня? Это математика? Нет, это не математика. Мы создали эту книгу. Материал для изучения, как читать. И она напечатана большим шрифтом. Но в этой книге использованы слова ежедневного общения, и также основы христианства. Они учатся читать, и одновременно учатся основам христианства. Спросите их, нравится ли им учиться. Она сказала, что они очень счастливы. Очень счастливы? Да, очень счастливы. Очень хорошо. Спросите их, как они живут. Тоже неплохо. Им нравится жить в этой деревне. Вы служите ему? Это очень хорошо. Вот в этих домах они живут? Да. Это их дом. Длинные дома для женщин. Для женщин? Круглые дома, для мужчин. Все женщины живут в одном доме? Все женщины. Все жены. Все жены? Сколько жены у них? У некоторых есть жены, но не все женщины. Все мужчины и мужья живут в круглых домах. Как насчет электричества? У них есть электричество? Нет. Нет электричества? У них никогда не было электричества. Нет электричества? Свечи. Да, они используют свечи, но чаще вообще ничего. Неужели? Они просто живут в темноте. В течение дня женщины остаются в том доме, готовят пищу и выполняют работу по дому. Но ночью они приходят в этот дом. Вот тот дом для женщин. Ночью мужья и жены спят отдельно. Чем вы занимаетесь? Это картошка? Что вы выращиваете? Арахис. Арахис? А, сладкий арахис. Вам нравится арахис? Они стесняются. Да? Они очень стеснительные. Да. Сколько лет вам? Они что, не знают, сколько им лет? Да, они когда рождаются... Они стеснительные.